Это Волгоград-арена и товарищеский матч сборных России и Кубы при аншлаге, при звездах российского футбола, главный из которых Александр Головин. Ну буквально пару минут назад был в студии Тимура Журавеля, а сейчас уже в числе прочих выводит нашу команду, не в числе, он капитан, он выводит национальную команду на поле. Волгоградская, которая, конечно, обсуждаема и много разных историй связана с газоном и подготовки к этому газону, но не это важно, а важно то, что Головин приехал, Кузяев в деле. Звезды российской премьер-лиги, ну куда бы они еще делись, всего чего только можно, это Осипенко и Солдатенков, а вот фланговые защитники располагаются высоко, один из них Волков, уже около страфной потача и удар головой. А вот здесь уже, может быть, даже поспешил Осипенко, все равно передача получилась точная. Подбор, может быть, сразу с ударом Чава, пас, Головин! Головин не реализует явный и первый у нашей команды голевой момент. Да, отличной была ситуация у капитана сборной России, одного из лучших игроков французской лиги 1. По итогам прошлого сезона Мбапе его опередил в голосовании, но сам факт попадания в тройку сильнейших, конечно же, о многом говорит, видимо, какая-то часть болельщиков. Просто-напросто опоздала к началу этого матча, но потихоньку-потихоньку заполняется трибуна. Головин бьет! И это был удар. Давай разбираться, удар все-таки или навес, но Обликов, он уже здесь. Левая нога рабочая отдает на Головина, Головин изолирован на фланге, отсюда можно и в дриппинг отправиться. Он в итоге подает. Момент! И еще один удар! Все выше, все не так. Подбор, ну, кстати, Глебов здесь смутил всех на свете и оставил мяч для нашей команды. Обликов обрабатывает чуть ли не горданью. И с левой ноги бьет Головин, рикошет, еще один угловой. Сколько можно? Желаю появиться на поле и победу. Внимание, контратака от Обликов отдаёт на Головина. Супер шанс обратно, Обликов! Один-ноль! Обликов! Вот такая контратака, стремительная, по сути, три в четыре. И здесь особенно хороша обратная передача Головина. Мне кажется, подавляющее большинство футболистов, я уже не знаю, какого уровня, начала бы здесь лупить из этой по-настоящему ударной позиции. Но Головин, светлая во всех смыслах голова, он видит вариант умнее. Здесь все началось с опничной игры в отборе. Обликов тайма не сыграл, лежат в окол. Еще один момент! Невероятное спасение. И нет, Овсарь. Как он потащил? Откуда вылезла эта рука Аросарены? Мы финала медийной футбольной лиги здесь совсем недавно был. В том числе с концертом и ретро-матч. Внимание, Головина можно вернуть. Он бьет. На сей раз он бьет. Мистер Непредсказуемость! Красиво, красиво. На исполнение положил дальний угол. Очень технично, очень спокойно. Совершенно не напрягаясь. Это сделал Александр Головин, капитан сборной России. 2-0 на 30-й минуте. Вот на самом деле я зацеплюсь за это твое слово. Вражение не напрягаясь. Вот действительно нет вообще ощущения, что он в официальном матче играет. Полноценно. В первом дне ноября. Внимание, еще одна ошибка. Опять пресек работает. Это момент для удара. Третий есть. Внимание. И это Антон Миранчун. До 14-0 французских далековато, конечно, но уже приятно. Уже приятно играть больше 10 минут до конца первого тайма. Счет 3-0. И покидает ощущение, что голы сборной России до конца первого тайма мы еще видим. Тем более, что французскими иногда получаются наши голы, да? То, что одна минута добавлена, все равно, все равно выбивает Терн. Хотя он неплохо держится в этом, на этом поле. Ускоряется, комбинирует, атакует, создает, изобретает и, что самое главное, забивает. 3-0. После первого тайма в составе национальной команды нашей. Пруцев выходит. Крецов выходит. И Пеняев. Сергей Пеняев тоже в деле. Внимание, это Чалов. Один в один обыграл. Но не попал. Как сами футболисты говорят, на протыках. Здесь уже за немением какой-то другой возможности. А, или все-таки мяч отразил голкипер или защитник? И все-таки Федор, да. Защитник там опередил. Защитник опередил. Какая-то свежесть в действиях. Хотя понятно, что когда мы говорим о сборной, всегда какой-то недостаток взаимодействия. Момент. Еще один. И это гол, который забивает Александр Сильянов. Говорили мы о подключениях фланговых. И вот, пожалуйста, Александр Сильянов оказывается на позиции, ну, практически нападающего. И очень уверенно внутренней стороной стопы на исполнение. Чуть не знаю, куда бросаться. Что делать с этим? Юрким. Ну, отчего купиться-то жалеть. Внимание, перехват это мостовой. Пол позишен. Пустые ворота. Соболев. На футбольном языке это называется ковыряшка. Но тот же футбольный язык напоминает нам о том, что голы не пахнут. 5-0 Александр Соболев. Абсолютно. Не имеет никакого значения, каким образом Александр Соболев отправил этот мяч в ворота. Главное, что он это сделал. 5-0 на 66-й минуте. Чем дальше влез, тем больше голов. Дим, мне кажется, ну, во-первых, здесь опять пресек. И сам Соболев тоже был участником этого пресека. И не игры. И на мостового передача. Он видит сразу двух партнеров. Но все-таки он любит рибли. Поэтому отпускается в него. Прострел. Момент. Пруток. Есть дебютный гол за сборную. Сегодня сплошные дебюты. В плане голов. Сельянов, Прутцев. Кто дальше? Может быть, и Черников сегодня забьет? Времени-то еще вагон. И российская команда образца сегодняшнего, ну, скажем так, повторяет достижение. Главное, ну, если мы берем результативность, во времена Карпина. Сколько годов-то прошло? 43 года. После Олимпиады 80. Прутцев. А кто-нибудь собирается его встречать? Обрабатывает мяч Соболев. Дальше на мостовом. Мостовой на коротке. Кривцов. Замах на себя, под себя забил. Забил Кривцов. 7-0. И если вдруг кто-то сомневался, что он умеет так, я вам советую посмотреть гол Кривцова. Дебютный за команду Краснодар-2. Ну, и вот теперь он играет в сборной, забивает за нее. Пеня. И забегание Прутцева. Игнорирует Сергей. Находит вариант поинтереснее. Обводящий удар. И вот это, наверное, самое эффектное спасение ворот. Ну, не в игре, но он в втором тайме. Все-таки в первом тайме. Боже. Вообще-то когда-то она была аж так. Это прейсинг опять успешный. Но на ровном месте ошибаются вратари. Кубинский пас. И в носе. Есть повторение рекорда. Переносимся на 43 года назад. Олимпиада. 88-0. СССР Кубок. Сегодня Россия Куба. И тоже 8-0. И времени остается. Ну, действительно, может. 15-0. Входим за французами. Ну, не знаю. Может быть, и не хватит уже времени на 6 ключей. 14 многовато, да. Передача на мостового. На вторую линию. На Соболе. А тот падает. 11 метров. И, возможно, сам Соболев будет бить. Но вот это сейчас интрига. Такого. Юмористического даже характера. Покажите нам, Валерия Георгиевича. Итак, Сергей Пеняев. Не забивает. Ничего себе. Но, наверное, этому матчу не хватало вот такой мини-интриги. Куба получила свое место. Два дня играла с румынами. Там переигровка была. И вышла в четвертьфинал. И вот в четвертьфинале 0-8 от Швеции. Сейчас есть шанс 0-9 сделать. Вот он удар. Кривцов. Но он выбрал такой сложный вариант. Сразу на мостового. Обмануть хотел полуфанковую зону. Не важно. Плевать. 8-0. Ладно, не забил Пеняев этот пенальти. Но какое же красивое повторение. История. История. Берет новый виток. История циклична. Как и вчера в матче «Легенд», напоминавшем о золотой игре 2002 года. «Локомотив» выиграл 1-0. Лоськов забил. Так и сегодня, спустя 43 года, наши выигрывают у кубинцев 8-0.